Так, увы, бывает, что новая жизнь с первых секунд сопровождается инвалидностью. Не минуют чаши сия и братьев наших меньших. Некоторые хвостатые рождаются не вполне здоровыми, но большинству городских кошек и собак дарит увечья человек разумный. Одноглазые, вовсе слепые, трехлапые, спинальные питомцы в разы больше нуждаются в любви и заботе, однако в их судьбах хэппи-энд единичен. Напомнить одесситам о сострадании призвана фотовыставка, названием которой стали слова Экзюперии. Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Экспозиция посвящена животным с ограниченными возможностями и их новым хозяевам. Цель фотовыставки не просто рассказать истории особенных животных, но и донести людям, что приютить неполноценного питомца не стыдно, а даже почетно. И в благодарность за минимально проявленную любовь и заботу они ста крат ответят преданностью. Бездомных животных брать не стыдно, инвалидов брать не стыдно. Они такие же, как и все животные, они также достойны любви и хорошего дома. И постепенно, когда наши животные пристраиваются в новые семьи, мы набрали несколько историй и решили это сделать. Основной из посылов этой выставки это то, что эти животные, которые не отличаются от других, они по сути точно такие же, они также самодостойны жить в домашних условиях, они также сами могут дарить тепло, любовь, они также самодостойны заботы. Многочисленные кошки и собаки с трудной судьбой после человеческой жестокости остались живы только благодаря горячим сердцам неравнодушных волонтеров. Эти же одесситы создали и поддерживают домашний приют «Кошачье царство», где обрели дом и заботу порядка 70 хвостатых, подобранных на улицах покалеченными или тяжело больными. Волонтеры надеются, что все питомцы со временем обретут любящие руки. Одновременно приют нуждается в помощи неравнодушных благотворителей. У нас нет ни муниципальных, ни волонтерских организаций, которые могли бы просто взять на себя животное и вести его до какого-то уровня. Травмированное животное или животное, попавшее в какую-то серьезную сложную ситуацию. Например, если травмированное животное, кошка, собака, стерилизация на 6-м километре, так называемый немецкий приют, да, они оказывают острую скорую помощь сбитым и травмированным животным. Другим животным, увы, такой помощи не окажется. Многие питомцы приюта некогда имели дом, однако предыдущие хозяева, столкнувшись с трудностями по уходу за заболевшим или покалеченным животным, просто отказались от него. Бонбоны прежние владельцы принесли на усыпление, но у ветеринаров не поднялась рука лишить жизни почти здорового кота. Зато теперь этот одноглазый пират обрел действительно любящую семью. Не удалось врачам спасти этот глаз, пришлось его удалять. И его хозяева, когда об этом узнали, они сказали, чтобы они его просто усыпляли. Ну, так как кот хороший, добрый, у врачей просто не поднялась рука его усыпить, и вот у нас теперь замечательный ребенок. Фаер также отказник. Его предали владельцы, когда кот упал с большой высоты и повредил себе позвоночник. Этот кот, в общем-то, стал инвалидом, в том смысле, что у него, ну, скажем, ему сложно с задними лапами, он в большей степени, все-таки, чаще он не ходит, он ползет на ползут. Ну, в общем-то, я не могу назвать его инвалидом, потому что он умудряется при своих таких ограничениях, он заскакивает на диван, на кресло. В Одессе покалеченным и больным животным помогают волонтеры, объединенные в соцсетях группу, название которой стало и девизом фотовыставки. Животное не посадишь, не скажешь, сиди, смотри в камеру, да, то есть нужно ловить кадры, да, ловить фокус на них, но когда работаешь, особенно с такими животными, когда работаешь с животными, которые, там, бездомные, ты работаешь для того, чтобы их пристроить, да, то как бы не ощущаешь какие-то сложности. Эта экспозиция несет в себе не только эмоциональную составляющую. Посетители могут поучаствовать в судьбе приютовских восстатых и благодарительно, перечислив средства на банковские карты добровольных кошачьих спасателей. А на открытии фотовыставки прошел даже мини-аукцион. У посетителей была возможность приобрести мыло ручной работы в форме котов, календари, открытки, а также магниты с изображением животных, которые уже нашли любящую семью. Это не просто вот был момент, когда люди пришли и положили в коробку, а они еще унесли с собой какое-то воспоминание об этой акции, об этой выставке. Вот, эта выставка очень добрая, и я даже сам кое-что купил. К счастью, говорят устроители фотовыставки, в Одессе все же есть люди, которым не безразличны беззащитные больные животные. Печали только то, что их по-прежнему меньше, чем садистов и зуверов. Я тоже спасаю котиков. У меня их под 30 своих только, и есть еще на передержках. Вот поэтому, конечно, эта тема мне интересна. У меня котики самые обыкновенные, но вот из особенных, коль тема об этом, трехлапы котики есть, одноглазая кошечка есть. Вот такие вот. Люди гонятся за внешней эстетикой, но не видят душу животного. Зоологи доказали, животные переживают эмоции точно так же, как хомо сапиенс. Они чувствуют боль и одиночество, осознанно проявляют любовь и неприязнь. Только в случае последнего не наносят оппоненту целенаправленного вреда, пытаясь самореализоваться. Люди же, как показывает история, порой ведут себя более зверски, чем гиены-падальщики. А вот человек, рискнувший подарить заботу физически неполноценному питомцу, фактически обречен на бескорыстную любовь, безусловную преданность и ежеминутную радость общения. Эти найденыши забавны и трогательны, милы и бесконечно благодарны, говорят владельцы котов, ставших моделями экспозиции. Каждое фото сопровождает кошачья история со счастливым концом. Волонтеры надеются, что благодаря проекту таких хэппи-эндов станет больше. Фотовыставка будет представлена в течение месяца. Связаться с волонтерами можно по телефонам, номера которых сейчас на экране.